Значит, у нас здесь и герои, у нас здесь и композиторы, просветители, жил, отдыхал, веселился, чуть не прилетело ему на дискотеке, как говорят, потому что приехал не местный девчонок наш, как говорится. Ну ничего, и сейчас мы с вами куда направляемся? Вот напротив дома, вот видите, Николай Петрович, это Иван Петрович, это Николай Петрович, он 24-го года рождения, он 25-го года рождения, его брат, тоже героический, и он с войны пришел, с тремя орденами, он живой пришел, он был телеграфик, ну связи укреплял между этими, ну по земле ползал, и пришел с войны героем, три ордена. Вот поэтому мы тоже установили мемориальную доску. Это вообще знаменитая семья Соловьевых. У них еще был брат Константин, он 50-й год, в середине 50-х, помните, в Чехословакии по истории какой-то бунт был, да, какое-то что-то там было. Они как-то служили в Молдавии, была российская, советская, и там в полку был танкистом Константин, это их брат Константин Петрович. Теперь им дали задание, там на мосту танк, танкисты стоят, командир говорит, в общем, не стрелять, ждите команду. А в этом танке Константин Петрович сидит, там жарко было, видимо, командир захотел подышать свежим воздухом. Открыл люк и его застрелили, пострелили. Этот видит, он увидел, откуда шел дым этого выстрела, и он выстрелил тоже без приказа, Константин Петрович. Командир говорит, кто стрелял без приказа, будь я, что я буду смотреть, когда моего командира убирают, убивают. И его чуть не посадили, но, в общем, ему, потом решили, ему даже медаль дали за отвагу, то, что он, в общем, за командира, он такой выстрел сделал. Не посадили его. Это из их команды. И что хочу сказать, это Соловьевская семья, да, знаменитого рода Соловьева, Сергея Емельяновича. Он был участником первого нашего политического митинга, который был 30 июля 1996 года. И он был один из членов РСДРП, который был организован в Кахшамарах в декабре 2005 года, который как раз организовали тот митинг. Тоже был героем. Следующая у нас доска. Идем дальше. Еще одна доска. Старинный дом. Табличка. Что здесь? Здесь, значит, родился Орлов Николай Матвеевич 6 декабря 1883 года. На будущий год у него будет тоже юбилейная дата его рождения. Тоже будем отмечать память о нем. Это наш просветитель, мы его считаем. Автор, это Марийская букваря «Укуралша» или «Новый пахарь». Благодаря ему наши учителя учили, в общем, наше население грамоте. И благодаря этой книге «Укуралша», да, наши 30-е годы, наша сторона здесь, 87% были люди уже грамотные. Благодаря вот Орлову Николаю Матвеевичу. Он был замечательным таким человеком в том плане, что он был как раз участником того политического митинга 1906 года. И благодаря чему ему, конечно, он тогда работал в Бирске, в Ашкирии. Его, конечно, тоже, в общем, арестовали. И ссылку послали в Сибирь на вечное поселение. Благодаря революции только он освободился из ссылки. Но он являлся, почему, просветителем, потому что он работал у Луначарского в Москве, наркомпросе. Что такое наркомпрос, знаете, народный комиссариат просвещения. У Луначарского работал он. И все эти, на больших таких своих заседаниях, на больших съездах, он всегда говорил о связи, в общем, чтобы учили детей, кроме обучения, труду, он говорил. Сейчас ведь совсем другая политика. Тогда он говорил, надо учить детей труду. И вот такая работа у них тогда, в те годы проводилась. И поэтому все дети росли не только грамотными, но и трудолюбивыми. То есть автор первого «Марийского букваря». Ну, мне говорят, что это не первые. Фактически «Марийский букварь» были и раньше тоже. Но это как бы продолжение, как бы преликвидация неграмотности. Вот он участвовал, в общем, этот «Букварь» участвовал. У меня тогда такой вопрос, Галина Леонидовна. Скажите, как Вы считаете, с чем связано наличие стольких просветителей, деятелей культуры и вообще творческих личностей в Вашей деревне? Вот Вы знаете, я всегда думаю, какой менталитет наш Кахшамар на самом деле. Бостриков Василий Геннадьевич, Вы знаете такого человека, нет? Он журналист, Марниелли работал. И он в Кахшамарах ни разу не был. Он такой характеристику дал нашей деревне. Раз втянув свою орбиту людей, которым выпадет случай встретиться с этой необычной деревней, со сложной исторической судьбой и талантливыми, но ни на кого не похожими людьми, со своими обычаями, говором и менталитетом, уже не отпускает, делает их Кахшамарцами, своими земляками, частью своего мира, которым были своими такие люди, как композиторы Паландай, Эшпай, просветители Орловы, Акреевы, Бобровы и много-много других талантливых людей Кахшамарской стороны, издавна выделявшихся своей независимостью, гордостью, непокорством, тягой к культуре и предприимчивостью. Вот такой менталитет, характер наш Кахшамарца. Почему? Потому что мы выходцы из Горномари, Арды, Килимарский район, раньше Горномари, сейчас Килимарский район, мы входили, в общем, выходцы из Арды. По легенде, Матюк, Матюков фамилия известна, Матюковский, поэты, вышли из Арды, да? Вот Матюки организовали нашу деревню, я из рода Матюков как раз, Матюкова была в своем девичестве. Вот, по легенде, отец отправил своего сына, говорит, найдешь место для, ну, в общем, где будете, где обоснуетесь, в общем, веточку хвои, в общем, веточку хвои, где не сорвется, там и остановитесь. 39 веточек они сломали, 40 не сломалась, как раз в устье реки Кахшага. Как раз, завтра пойдете, посмотрите. Вот, и устье реки Кахшага, очень красивое место. Там и восстановался Матюк. Ну, нужно сказать, что этому поселению, деревне, лет больше, она старше, чем в Ишкар-Алахе. Ишкар-Алах считает 1584 год, да? А это 1540? А мы 1547 считаем, но это тоже у нас примерно только дата. Так что. Но лет 40 точно. И вот, видите, этот клей, да, это одноэтажная. Фактически раньше двухэтажная была. Вот как раз свои заседания РСДРП тайно проводили вот здесь, вот в этом бомбаре. Прямо в этом здании? В этом здании. Двухэтажная. Тогда двухэтажная была. А сейчас только одноэтажная осталась. Но первый этаж тот же самый. Да, тот же самый. Тут ведь Кахшага протекала. А Кахшага каждый год разрушала берег. Если бы первую дамбу, если бы не построили там, вот, около Кахшаги, ну, в общем, это старое русло потом здесь проходило, но боясь то, что дамбу прорвет, что деревня опять будет разрушаться, поэтому решили в 2009 году, в 2008 году здесь намыв сделали. 970 погонных метров до сюда, и котлован вырыли там, глубина 7 метров, гектар 7 гектаров. И там, когда вырыли, в школьном музее увидите фрагмент этого мамонта. Да? Костя? Да, Костя, да, увидите там, музей. Так, а мы сейчас в музей идем туда. Нет, пока в крестьянскую избу идем. Крестьянская усадьба. Из Казани приехал вице-губернатор города Казани. Он останавливался в этом доме. А он приехал подавить это восстание в 1996 году. А наша ячейка рассады решила их встретить. 40 казаков именно приехали в нашу деревню. И они говорят, давай, говорит, мы так сделаем. Казаков разместим по домам, их напоим самогонным. А Кобека с адъютантом. Здесь дом учителя Чернова был. И здесь его поместили в этом доме. Одну ночь тут переночевал. А утром просыпается, смотрит в окошко, да, дом этот же, более 100 лет этому дому, смотрит, а тут толпа народу. Здесь плавщики тут собрались, с баграми стоят. Он испугался, что это такое. С оружием стоят люди. А потом адъютант говорит, зови казаков. Казаки пришли на своих лошадях, гели сидят. В общем, ничего не могут делать, предпринимать. Он же хотел их через казаков их разогнать. А не получается. Они так решили. Давайте, говорит, не все будем выступать. Только один человек скажет наши требования. Дали задание. И он говорит, вы почему пришли? Кобека-то говорит. Мы пришли, говорит, свои, ну, как сказать, просьбу вам сказать. Зарплата у нас очень маленькая. На сплаве работа очень тяжела. С утра до вечера. Хотя бы рабочий день немножко уменьшить. И зарплату повысить. В общем, свои требования мы вам хотим высказать. А он говорит, я сейчас ничего не могу решать. Ну, будем решать. Но все равно через лесопромышленник, видимо, не решили. И зарплату повысили немножко, рабочий день уменьшили. Они выполнили свою задачу. А он говорит, почему пришли с оружием? Они говорят, это не оружие наше. Вроде труда. На этом мы бревна там, плоты гоняем. Как шаги. Вот. Он ничего не смог делать в тот день. Он никого не арестовал. А кто был зачинщик в том митинге? Поландай, Орлов и еще другие. Никого не смог арестовать. Не дали. Эти сплавщики. Вот такой дом он знаменитый. Потом этот дом купили. Вот эта семья Комаровых купили. Они долго жили. Вот из этого дома ушел на войну. И он на Курской дуе погиб. А крестьяне шли туда пахать, сеять. По этой дороге тоже на поле. То есть вот эта вот ключевая дорога была. Да, как бы ключевая дорога. Улица Советская длинная была. Вот из-за того, что Кахшар разрушала, вот только 9 домов у нас осталось. А вы знаете, в 1973 году, что ли, когда Емелян Пугачев, вот царский, вот царский армия, куда скрывался, да, они на лошадях до Кахшайска дошли. И потом в его команде служил один Кахшамарец наш. И вот они должны были наутро на следующий переправиться на тот берег в сторону Царевого горы Марпосада. И он говорит, меня отпусти, говорит, говорит, деревню Кахшамар, у меня там семья. Хочу повидаться с семьей, он говорит. Я тоже, еще, говорит, в бане помоюсь. Я тоже хочу с тобой. Для Емелян такая. Емелян Пугачев, я тоже хочу с тобой, Кахшамары. И они приплыли на лодке. В общем, жена накормила их пирогами, в черной банке помылись, искупались в Кахшаге. И наутро они пошли обратно, поплыли, Кахшайск поплыли, а потом переправились на ту сторону. Это легенда такая. Ничего себе, то есть как будто бы он один, что ли, вместе с этим? Вместе с этим, да. С сослуживцем вдвоем, да. Емелян Пугачев, по легенде. И вот поэтому эту трупу включили, как Кахшамары. Здравствуйте. Встречает вас Мишина Надежда Алексеевна. Вообще, с усадьбы, крестьянский двор Макарова Прокопия Ивановича. Заслуженный работник культуры. Здравствуйте, заслуженный работник культуры. Меня зовут Александр Акелбаев. Очень приятно. Никаких заслуг. Ничего, в будущем будет заслуга. Вау, ничего себе. Вот старинная изба. Я здесь ни разу не был. Да? Да. Все были, как бы не были. Я не был, вот. Так, ну давайте рассказывайте, наверное, теперь эстафету вам. Да, 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 я ухожу. Только нам микрофон нужен. Нет, про я тебе что-то как не расскажешь. Да, говорит, заслуженный работник культуры. Да, заслуженный работник культуры, ты же все знаешь. Так. Давай рассказывайте сами. Ни-и, ни-и, ни, ни, ни. Да, гриви. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok